Пора использовать изгоняющую ауру и, наконец-то, защитить свой дом. Всем привет, друзья! Это Истоки, Яллоу-ложка. Поехали! И, возможно, вы уже заметили, все амулеты против мобов ломаются как на дрожжах. А самый смак в том, что они не имеют ЕМЦ, поэтому расклонировать не получится. То есть, если придет какой-то взрывоопасный моб, моему механизму кранты, и мне поможет изгоняющий факел. Пока крафтил, смотрите, что нашел. Какой-то оживленный факел, и у него создание мега-простой. Я так чисто на всякий пожарный сделал, посмотрим. Например, хочу поставить тебя сюда. А, вот оно что, он именно валяется, а не стоит. Неинтересно. Допустим, вот он наш всеми любимый крипер, гонится за мной. Но у тебя ничего не получится, потому что прямо сейчас я поставлю изгоняющий факел. Да? Иди сюда. Постепенно замечает меня, но не может подойти, потому что его реально отталкивает. Крутая штуковина. Надо поставить по периметру базы. Защитим наш Эмбер-механизм. Вот, смотрите, бежит, но у него, скорее всего, ничего не получится, потому что... Воу, что это было? Потому что его оттолкнет, и мы уже видим, насколько сильно. Первая точка, вторая точка, и третья. Можно сказать, это самое главное. А, ну еще дом, точно. Прочитав ваши комментарии, я понял, как можно ускорить процесс изготовления ЕМЦ, и при этом не лагать. Смотрите, обработчик рут. Крафтится очень просто, работает на энергии, а самое главное, на него действует удача. То, что надо. Кхм, надеюсь, то, что все получится. Давай, за работу! О, видали, да? Алмазик переделывается в алмазик, но очень медленно. Помимо пьедесталов, есть еще более эффективный способ, как ускориться. И это эссенция, которая добывается из опыта. А опыта у меня пруд пруди. Какой-то там конвертер подрубаем, из пилона опыта высасываем опыт, и все, пошло. Но почему-то не переделывается. А, надо было просто на стрелочке выбрать жидкость. Тогда не вопрос. По идее, все получилось, но надо подрубить на всякий пожарный пьедестал. Иди-ка сюда. О, видали, быстро, чисто, со вкусом. А, ну да, и еще предметную помпу, совсем забыл. Короче, это медленнее, чем кирка, но зато от этого механизма не лагает вообще. Представьте, то, что мы таких штук 10 поставим. Но-но-но-но-но, смотрите, какая еще проблема. Пилон опыта не бесконечный, и рано или поздно экспириенс закончится. Я бы мог добывать это все с мобов, но, надеюсь, вы помните. Примерно 10 серий назад мы удалили эти шарики, потому что иначе... Иначе... Что? Лаги, правильно. Поэтому придется решать вопрос как-то по-другому. Но давайте пока не будем забивать себе мозги и перейдем к другой теме. Мне написали, то, что я мог создать слиток квантиума еще серии 5 назад. И знаете, с помощью чего? Ядра подземелья. Правда, перед этим надо само ядро достать. Поэтому, здравствуй, древняя цивилизация. О, кстати, а вот эту панель можно добыть? Не, нифига подобного. Зато тут есть какой-то передатчик, который уже... М-м-м-м... Боже мой. Что это было? Эй, откройте! Пожалуйста, не делайте глупостей! Фух, спасибо. А оказывается, на этом уровне я еще не был, потому что тут не дернутый рычаг. А, ну оно и неудивительно. Здесь даже блоки не ломаются. Тогда дергаем. И после этого можем, да? М-м-м-м-м. Абсорбционный лазер найден. Тут даже мониторы, основные фрагменты. Дорогие предметы, короче. Но мы все равно ломаем и забираем. Потому что в них как раз и есть ядра. Короче, вы, наверное, сейчас заметили. Когда я ломал какой-то блок, он не сразу копался. Когда я выкидывал какой-то предмет, он не сразу выкидывался. Оказывается, это из-за изгоняющих факелов. Придется их не юзать. Тогда я не знаю, что мне поможет против криперов. О, боже мой! Что? Зараженное дерево? Какого фига? Почему эта фигня вообще сюда пробралась? Ты издеваешься? А, ну вроде постепенно исчезает. Ставим лазеры, берем ключ-отвертка, кликаем. И здесь можем забирать память, ядра и так далее. И вот тут самое интересное. С помощью ресайклера и некого измельчителя мы можем засунуть ядро и с 80% шансом получить квантиум. Но вот незадача. И тот самый ресайклер, и тот самый измельчитель мы не можем создать, так как вы еще не изучили это. Правда, тут же у меня встречный вопрос. Почему это не изучили, если вот он, ну прямо перед нами? А ну-ка. А, неоновая труба. А, скорее всего трубы находятся в логистике. Это логично. О, да, да, действительно. Я уже вижу то, что это неоновая. Выбрав вот эти два пункта, то есть логистика и питание, мы сканируем и получаем чертеж исследования, который, пожалуйста, хоть бы был простым. Я тебя умоляю. О, вообще без проблем, у меня как раз эти обычные трубы завалялись. Даже не поленюсь еще пьедестал притащить, чтобы было быстрее. Ваше исследование завершено. Наконец-то я могу сделать ресайклер. Идеальное место для идеального блока. Если что, то наш персонаж сразу понял, что такое измельчитель. И тут больше нет этой тупой надписи. Вы якобы еще не изучили это, бла-бла-бла. Обалдеть. И ведь действительно это работает. Мы только что заработали шесть слитков квантиума. Пипос, вы не врали. Самое интересное, что мой персонаж не умеет его еще использовать, но он у меня уже есть. Вот это я понимаю, вот это прикольно. Положим сюда и сюда. Таким образом, остается немного предметов, которых нам не хватает. И следующее будет, скорее всего, квантовый манобуфер. Ну, потому что это супер просто. Правда, сразу добавлю, мне нужны медали героизма. А это 1% шанса выпадения с помощью мешочка Дрей. О, черт, у меня закончилось ЕМЦ. Прибежал сюда за слитками и сразу понял то, что 6 штук у меня уже было в инвентаре. Вот это я дурачина. Так, одну штуку сожгем и все. Этого хватило на 23 Дрея. И, о, господи! Спасибо. Давайте открывать лучше на дереве. Сюда точно никто не заберется. Погнали! Всего лишь одну медальку дай. Всего лишь одну. А мне надо две, подождите. Тогда две. Но за жадность поплатились. Ничего не получили. Блин, блинский. Знаете, что я сделаю? Наверное, просто убью Гаю. Не буду тратить слитки бесконечности. Здорово-здорово. Сейчас подеремся. Погнали. Сразу активируем все пьедесталы, которые только можно. И просто деремся, как таки не странно. Надо будет кое-что проверить. Мы наносим ему больше 20 урона. Подожди, что? Наносим? Так это получается острота реально работает. Скажите мне, пожалуйста, а зачем я тогда трачу слитки бесконечности, если можно просто сделать много-много остроты? Простите меня, пожалуйста, виноват. Мы, наверное, этим займемся, потому что музыка пропала. Эй. Куда музыка пропала? Потому что надо, короче. И последний удар остается. Не могу подойти. Все. Ящик Пандоры. Сразу открываем. Получаем медаль героизма. Радуемся жизни. И, кстати, мешочки Дрей. Может быть, с них выпадет? Нифига подобного. Не попалось. Но я не забыл про Экскалибур. Прямо сейчас мы сделаем остроту... Давайте 300 или 400. Это первый раз, когда мы сделаем больше 100 такого зачарования. Потому что в предыдущие разы была только удача, удача и удача. Забираем экспириенс, кликаем перчаткой, потом снова забираем опыт и так по кругу. Короче, до тех пор, пока сам пилон не закончится. Оу, у меня осталось всего 5 сердечек. А где моя супербыстрая регенерация? Не проблема, выпьем немного вина. Без алкогольного, это важно. И с таким количеством эффектов можно продолжать. Кстати, золотые сердечки тоже тратятся. Удобно. Потратив кучу стаков алмазов и высвободив огромное количество эссенции, мы сделали не только суперэкскалибур, но еще и гребаный разлом. И вот тут уже нормальные проблемы, потому что он вплотную стоит к мистическому камню и очень близко к перегонному кубу. Поэтому, скорее всего, закрывать его нельзя. Лучше всего дождаться, пока он дорастет в грипп или какое-то там огромное семя и убить его. И еще одна причина. Даже если я его нормально закрою, так как сейчас в атмосфере грязно, появится новый червяк. А мне это не надо, вдруг здесь. Возвращаемся к главной теме. Сколько получилось остроты? 335. 178 урона. Не будем тянуть, активируем мишек. И погнали! Надеюсь, то, что я тебе буду наносить прям очень много. Э... Это что сейчас было? Всего 4? Не-не-не, ты меня не понял. У меня 178 урона на экскалибуре. 170... Вооо, другое дело. Он меня понял. Если вы смотрели мои субботние стримы, то вы знаете, какое дикое желание у меня убить этого босса до того, как закончится музыка. Только перед этим надо, наверное, прорисовку побольше поставить. По-моему, еще даже до середины не дошли. А я уже половину снес! Ё-моё, неужели получится? Давай-давай-давай, чуть-чуть осталось. Начинается дикая трясучка. Меч пока что не падал, следовательно, есть время. Но я не понимаю, куда мне бежать. Босяра, давай, иди сюда. Четверть хп. Ребят, вы сейчас увидите знаменательный момент. Убьем Гаю до того, как закончится музыка. Мне нужно это сделать, получай. Ооо, подожди, у меня очень мало хп! Ну ладно, мы не будем сейчас мишек активировать, потому что мне нужно как можно быстрее разобраться. Меч упал! Нет, только не это! Пожалуйста, у меня все получится. Практически никакого монтажа в этом моменте, потому что вы должны лицезреть вместе со мной. Пьем вино, так и быть, активируем Михаилов. Меч падает куда-то в задницу, и я умираю. Вот что бывает, когда преследуешь одну глупую цель. Но все-таки мы почти его убили, а музыка, ну, наверное, там чуть больше, чем до середины дошла. Тем не менее, все получилось, и вторая коробка получена! Следовательно, вторая медаль героизма. Вот они, мои красавцы! Из них мне нужно сделать два редчайших слитка, и только потом я их использую для манобуфера. Ооо, а я и забыл, как много мана это стоит. Смотрите, у меня самый максимальный распространитель, но, несмотря на это, долго. Давайте принесем пьедестал. Просто раньше у нас их не было, а сейчас смотрите, какой эффект. Ставим, и... Кхм, не понял? Серьезно, никакого эффекта, вы издеваетесь? Ну, ладно. Но для квантовой маны мне нужен не только фиолетовый слиток, но и обычные буферы, которые в основном требуют сказочный бассейн. Остается совсем немного, выкладываем посередине тот самый слиток, и квант, ура! Мы получили. Вот то, что у нас уже есть, а вот то, что нам понадобится. Совсем немного осталось, и, наверное, самое тяжелое, это инфинити-блоки и какая-то непонятная фиговина. Пожалуй, начнем с инфинити-блоков. 14 забираем отсюда, где-то есть еще 5, и теперь, когда мы это все соединим, получится 2. То есть еще 2 и нужно. Ого, мне, кстати, написало то, что я впервые скрафтил его. Удивительно. Ну, по сути-то да, он мне никогда и не нужен был. Да я даже больше скажу, он нужен всего в двух крафтах. Это том знаний и лопата. Прошло примерно 2-3 серии с тех пор, как я запустил новую колонию мирмиксов. Давайте на них посмотрим. Они, походу, не развивались все это время, потому что не прогружались чанки. Господи, какой же я имбецил. Просто 2-3 серии на смарку. Куда ты бежишь? Смотри, как красиво. Там разлом. А еще у тебя почему-то полсердечка. На этот раз не тупим. Сразу выделяем чанки, которые нужно прогружать. И, конечно же, прогружаем их. Допустим, у меня имеются часы течения времени. Будешь? Забирай. Мне не жалко, правда. Давай-давай. Ну, возьми, пожалуйста. Это очень дорогая хреновина. Ты меня еще бьешь? Серьезно? Зачем ты это делаешь, дурашка? Нет, я его как бы убивать не буду. Мало ли он одумается. Но это правда странно. Ведь это моя колония. Кто-то в комментариях или на стриме, я точно не помню, задавал вопрос. А что, если пьедестал ускорения поставить около разлома? Будет ли он расти быстрее? Ну, собственно, давайте и проверим. Стой, не иди сюда. Эм, сорян. Ладно, мы запускаем и смотрим. Ничего не меняется. Я не вижу, чтобы он рос быстрее. Но, наверное, как-то это работает. Опять же, наверное, все мои догадки могут быть неточными. Да, растет он, может быть, и не быстрее. Но вдруг он заражает местность стремительней? Не сказать, что для меня это важная информация, поэтому постепенно буду заканчивать. Ребятушки, спасибо огромное за просмотр и огромное вам спасибо за помощь в комментариях. Да, в этой серии мы не полетели на другую планету из Фьючер Пака, но только лишь потому, что я не знаю, как улучшить ракету. И именно поэтому я спрашиваю вас, как это сделать? Неоновые двигатели или улучшенные топливные баки? А может быть, бортовой компьютер получше? Я правда не знаю. Но вы можете мне помочь. Отдельная благодарность тем людям, которые не забывают про оценки. Я не говорю про тех, кто просто ставит. А именно про тех, кто не забывает. Вот это правда важно. Не буду тянуть и если вы здесь впервые, то вы можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами была Уложка и не исследованный где-то там Тирос. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.